Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! На этой неделе глава района Адам Джарим с рабочим визитом побывал в образовательных учреждениях Северского, Львовского и Черноморского поселений. Цель проверки – контроль за строительными и ремонтными работами. Начался объезд со школы номер 43, где идет строительство блока начальной школы на 400 мест. Будущая школа включает в себя пищеблок, спортивный зал, библиотеку, медицинские и административные блоки, актовый зал и помещение для неурочных занятий. Следует отметить, что работы ведутся на всех этажах здания одновременно. Особое понимание, что очень большой объем. Не только здесь внутри, но и на улице. А у нас 1 сентября мы должны перерезать леточку и дети должны зайти уже полностью 100% на готовую школу. Вот так вот. Поэтому сейчас погода восстанавливается, усиливайте людьми. За планированные благоустройства территории школы планируются дополнительные спортивные площадки для различных игр, 100-метровая дорожка, яма для прыжков в длину и отдельная площадка для детей младшего школьного возраста. В центре между двумя блоками школы предусмотрен двор с благоустроенной зоной отдыха и площадкой для проведения торжественных линеек и других мероприятий. За 30 с лишним лет это первая школа в нашем районе. Поэтому мы должны понимать, что весь район будет здесь на открытии. Дети ждут с нетерпением этого дня, родители ждут. Поэтому я думаю, что мы не должны подвести надежду детей. В центре творчества на момент посещения выполнялся комплекс мероприятий по замене электропроводки здания. Новая проводка соответствует необходимым требованиям. Средства на проведение работы выделены из районного бюджета. В школе номер 59 глава муниципалитета ознакомился с подготовительными работами по замене полового покрытия в здании начальной школы. В минувшем году в основном здании школы уже установили новые теплые туалеты. Адам Джарим подчеркнул, что в следующем году у школы 60-летний юбилей и нужно уже сейчас изыскать все возможности для приведения учреждения в достойный вид. Существенно изменился облик детского сада номер 27 села Львовского. Здесь уже проведен капитальный ремонт кровли, обустроены современные мощеные тротуарные плитки дорожки. Настоящий подарок для детей – новые теневые навесы. Дополнительно в здании детского сада отремонтирован санузел в одной из групп, отвечающий всем современным требованиям. Детский сад построен в 1971 году. По настоящее время ремонтов в нем не проводилось. С собственными усилиями мы поддерживали как могли. Мне бы очень хотелось поблагодарить всех, кто помогал нам в проведении капитального ремонта нашего детского сада. В школе номер 46 поселка Черноморского начаты работы по капитальному ремонту санитарных комнат. Кроме этого, руководство района обсудили проведение ремонта спортивного зала. В завершении объезда Адам Джарим посетил детский сад номер 8, где идет подготовка к выполнению работ по строительству теневого навеса. Также глава района поручил просчитать стоимость затрат на частичную замену крыши учреждения. Обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса находится на постоянном контроле главы. Поэтому в ближайшее время будут проинспектированы все школы и детские сады района. Краевая станция переливания крови провела очередную выездную акцию – День доноров станицы Северской. В мобильный комплекс пришли более 60 доноров. Проявили сознательность, пришли спасать другие жизни, как говорится, сдать свою кровь, нам помочь другим, сделать благое дело. Пришлось, конечно, отпроситься с работы. Спасибо работодателю, что предоставляет такую возможность, что можно поехать сдать. Донорская кровь нужна ежедневно. Процедура забора крови и ее компонентов не занимает много времени и полезна для самих доноров. Кроводача стимулирует устойчивость к стрессам, омолаживает организм, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В этот день банк крови пополнился на 30 литров ценного биоматериала. Примечательно, что выезды мобильных комплексов в станицу стали доброй традицией с 2009 года. Зональное совещание Комитета законодательного собрания Краснодарского края по вопросам соблюдения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции на территории муниципальных образований Краснодарского края состоялось в администрации Северского района. На совещании присутствовали депутаты законодательного собрания края под председательством Сергея Алтухова, руководители Департамента потребительской сферы и регулирования алкогольного рынка Краснодарского края, представители органов местного самоуправления Абинского, Денского, Крымского, Славинского районов и города Горячий Ключ. Также в зале присутствовали представители Совета молодых депутатов и руководители предприятий Северского района. В декабре 2017 года у нас в распоряжении председателя законодательного собрания Бурвачки Юрий Александрович была создана рабочая группа по изучению вопросов, мониторингу исполнения законодательства в области продажи алкогольной продукции на территории всего Красноярского окраина, в котором создана рабочая группа, состоящая из руководителей комитетов законодательного собрания, депутатов законодательного собрания. И нам поставлена задача провести и собрать комплексную картину, где у нас есть нарушения в области продажи и оборота алкогольной продукции. Нарушение закона в сфере торговли алкогольной продукцией явление, к сожалению, нередкое. Отпуск алкоголя после 22 часов и продажа спиртного несовершеннолетним – вот основные проблемы в этой отрасли на сегодняшний день. В поисках адекватного решения участники совещания обсудили меры наказания недобросовестных продавцов и предпринимателей. Однако заместитель председателя законодательного собрания края Сергей Алтухов отметил, что душить предпринимателей ограничениями – не выход из ситуации. Важно сохранить конкуренцию и сам факт свободной продажи товара, но удерживать весь процесс в рамках закона. Присутствовавшие на совещании представители других муниципалитетов делились своим опытом работы в данной отрасли и обсуждали наиболее эффективные пути ее решения. О том, как ведется работа в Северском районе, рассказала председатель районного совета молодых депутатов Ольга Ровкина. Стало уже традицией по инициативе нашего молодого депутата Романа Головко 1 июня, в День защиты детей, проводить мероприятия, которые создают позитивный образ. В этот день все активисты надевают яркие футболки с надписью «Молодежные патрули» и дежурят в течение всего дня в магазинах. И когда взрослые люди приходят в магазин с целью приобретения алкогольных напитков, ребята предлагают им на сумму, которую они планировали для покупки алкоголя, приобрести сладости для детей и придя домой поздравить ребенка с таким светлым и добрым праздником. Такой опыт имеет успех. И, конечно, может быть это не решение проблемы. Пусть это сегодня, а завтра они также придут в этот магазин, но тем не менее, если мы будем постоянно проводить подобные мероприятия и создавать позитивный образ семейных ценностей, то это будет иметь успех. Всесторонний контроль исследования букви закона – главные пути решения существующих проблем. Все идеи и предложения, поступившие в ходе совещания, зафиксированы для дальнейшего обсуждения в законодательном собрании Краснодарского края. Рабочая группа отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции администрации Северского района провела проверку на предмет незаконного нахождения иностранных граждан на территории района. На сегодняшний день большое количество иностранных граждан работает на предприятиях района и края, так что проблемы с нелегальной рабочей силой – вопрос актуальный и достаточно серьезный. Данные мероприятия проводятся планово, в соответствии с графиком. Это работа на постоянной плановой основе. К рейдовым мероприятиям привлекаются сотрудники полиции, представители общественности, казачество. В настоящее время проводится проверка документации и законного нахождения данных граждан на территории Северского района Российской Федерации. На момент проверки нарушений не выявлено. Подобные рейды направлены не только на выявление нарушений трудового и миграционного законодательства, но и на защиту работающих иностранных граждан. Ведь наличие необходимых документов дает им возможность спокойно жить и работать в нашей стране. На Международном инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году было подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода осетровых пород рыб в Северском районе. И вот уже в следующем 2017 году начала развиваться осетровая ферма в станице Северской. Сегодня это четыре бассейна, наполненные ценными ассортами осетровых – стерлить и руссколенский осетр. Осетрина является общепризнанным деликатесом. Мясо содержит полинасыщенные жирные кислоты и является диетическим продуктом. По витаминному и минеральному составу осетрина практически несравнима ни с каким другим мясом. В крае, я так понимаю, не так уж много предприятий, которые этим занимаются. Мы решили попробовать поразводить рыбу, как это получится у нас и что из этого будет. Запустили частично, как бы, ну из всего цеха, четвертую часть цеха запустили. Вот там сейчас живет рыба. Мы уже сезон, то есть почти год она у нас растет. Сейчас, вот вы видели, там делают узи, проверяют, разделяют самцов-самок, то есть это формируется стадо, отдельные самки, которые будут в дальнейшем производить черную икру, ну и отдельно самец, который будет, ну дальше он будет откармливаться и пойдет на убой. Осетровый комплекс позволит круглогодично выращивать промысловых осетров, производить мясо рыбы и черную икру. А с выходом на проектную мощность производимая продукция будет востребована среди населения не только района, но и всего края. Эстафета «Веселые старты» прошла в поселке Афибский. В ней приняли участие ученики вторых классов из Северского, Абитского, Крымского районов и города Геленджик. Наш район представляла команда 44-й школы. В программу соревнований входит шесть эстафет, в которых учащиеся показывают и ловкость, и скорость, и смекалку. И по результатам этих соревнований выявляется победитель. Спортивные эстафеты – лучший способ в игровой форме повысить интерес детей к активному и здоровому образу жизни, а также воспитать командный дух и чувство взаимовыручки. «Веселые старты» проходили в рамках 11-й всекубанской спартакиады – «Спортивные надежды Кубани». По итогам состязания победителями стали спортсмены из Геленджика. Второе место досталось Крымскому, а третье – Абинскому районам. Песчаная буря на острове Крит. Новости с такими заголовками сегодня облетели все средства массовой информации. Фотографии и пейзажи, больше похожие на марсианские, заполонили интернет-порталы. Именно с этим связывают прошедший во многих районах края дождь, который окрасил все в оранжевый цвет. По словам руководителя Краснодарского краевого гидрометцентра Андрея Бондарева, атмосферный фронт подхватил частицы пыли в Средиземноморье, откуда и пришел к нам на Кубань. В северском районе песчаный дождь окрасил автомобили, стены и крыши домов. Как заверяют метеорологи, опасности это погодное явление не несет. Говорит и показывает атаман. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова